Российский рубль встречает май стабильно и устойчиво. В пользу сохранения курса рубля сразу несколько факторов. От неплохой конъюнктуры в секторе нефти, где баррель Brent торгуется в пределах 66-67 долларов США, до локальной и временной слабости доллара на мировой арене. И даже когда индекс доллара стал расти, российская валюта не стала дешевле по отношению к доллару. Парадокс? Вовсе нет. Для этого есть закономерные факторы, которые мы внимательно проанализировали. Не пропустите. Начнем, пожалуй, с обзора рынка нефти. Марка Brent сегодня торгуется на уровне 66 долларов 20 центов за баррель. Как мы видим, с начала недели стоимость этого эталона упала почти на доллар. Исходя из текущей ситуации, прогнозируется диапазон торгов на уровне 65-66 долларов в течение одного или двух дней. Как мы видим, нефть снижается за рынком США, это сырье выглядит слабее фондовых рынков. И несмотря на восстановление мировой экономики, рынок опасается роста предложения нефти, что может обвалить цены. Аналогичную картину показывает американская нефть марки WTI. Она торгуется в начале недели по 63,5 долларов, потеряв с прошлой недели совсем чуть-чуть. Прогноз – продолжение торгов в диапазоне между уровнями 62-64 доллара за баррель. Аналитики крупных банков, в частности UBS, прогнозируют рост цен на нефть. Однако их прогнозы практически совпадают с уже достигнутыми уровнями в 63-66 долларов. И это означает, что даже по мнению оптимистов по нефти, нет большого потенциала роста. Эксперты ожидают рост спроса на нефть на 5,5-6,5 долларов. С начала сегодняшнего дня котировки рубля по отношению к американскому доллару просели и достигли уровня 75,5 рубля. Проседание составило почти 30 копеек за пару часов на фоне укрепления американской валюты. Однако технически рубль выглядит сильным и готовы показать новый раунд укрепления к доллару и евро. Прогноз диапазон на уровне 74,5-76,5 рубля и сегодня российский рубль просела по отношению к евро, хоть и евро в последнюю неделю выглядит слабее к рублю, чем доллар. Это происходит из-за того, что евро встретил сильное сопротивление на росте на мировом рынке. С технической и фундаментальной точки зрения возможно новое падение евро, и это сыграет в пользу российской валюты. В данной валютной паре прогноз составляет диапазон 89,50 и 91,20 рубля за евро. Внутренний новостный поток для рубля умеренно негативен, но рынок очень успешно фильтрует плохие новости и умеет сосредоточиться на хороших. Так, инфляция в России продолжает расти, и это оказывает на курс рубля определенное давление. В апреле инфляция может составить 0,7% или 0,8%, а в мае около 0,6%. Это много. Минфин все еще выкупает с рынка валюту, а Центробанк идет по пути увеличения ключевой ставки, что не слишком хорошо для экономики, только что вставший на путь восстановления после коронавирусного кризиса. Тем не менее, многое будет зависеть и от доллара США с евро. Сегодня были опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, и они оказались немного хуже прогнозов, что не позволит значительно ослабить рубль по отношению к евро. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов, в том числе от завтрашней публикации индекса деловой активности в производственном секторе Китая и США.